Итак, есть уже такая традиция, слава Богу! Я не знаю, кто ее завел, я или, может, мы все вместе завели такую традицию, но мне она очень нравится, начинать служение с псалма, псалм, псалтыря, с одного псалма. И мы уже сегодня дошли до какого? До какого? До пятого? Точно до пятого? Мне кажется, до четвертого. До четвертого? Точно, до четвертого. Потому что у меня дежавю. Я их читаю часто, то есть размышляю, думаю, до четвертого мы или до пятого? Мне надо ставить отметку, потому что несколько служений мы пропустили. Хотя уже был момент, когда мы проповедовали по псалмам восхождения, и, по-моему, это как и послужило. И вы знаете, я над четвертым псалмом размышлял. Я начинаю понимать слова апостола Павла, когда он говорит, чтобы вразумлялись псалмами. Учились. То, что я вижу, люди, которые изучают псалмы, ихние молитвы будут становиться глубже, и духовная жизнь будет шире, глубже. Шире, да, и глубже. Даже словарный запас, который будет появляться при изучении псалм, он будет иметь больше содержания. Это как ребенок, который родился и находится в одной, допустим, среде, и люди, которые общаются на одном уровне, естественно, этот ребенок, он и будет говорить на таком же уровне. Его мышление будет находиться на таком же уровне. И вот то, что я замечаю, для того, чтобы молитва, она была более глубже, шире, и жизнь духовная тоже была глубже, необходимо изучать псалмы. Вот просто читать, изучать, выникать. Это то, что, на мой взгляд, очень сильно помогает нам, как верующим. Чтобы мы не оставались духовно даже перед Богом. Я понимаю, что сегодня мы можем сказать, «О, да никаких проблем, Бог нас подкрепляет в немощах наших, воздыханиями невзреченными, и когда мы молимся на иных языках, это совершенно молитва, мы в этом соглашаемся». Но послушайте, есть наш интеллект. Есть наш интеллект. И вот я верю, что когда есть информация в нашей душе, присутствует в нашем интеллекте, это влияет на нашу веру, это влияет на наше общение. Вот в жизни получается так, встречаться с разными людьми, с разными людьми, и когда ты общаешься, ты видишь, что люди, допустим, какую информацию они получили для себя, где они воспитывались, где они учились. И вот разный уровень, хотя можно излагать, можно объясниться, но я верю, что есть и красота, есть и глубина. И вот как раз, когда псалмы изучаем, вернее, может, даже не так я скажу, их необходимо изучать, эти псалмы. Почему? Это то, что повлияет на наш спектр, нашего духовного видения. То есть это... Я экспромтом немножко говорю, может, если бы был больше к этому, потому что это как прелюдия. Вот мне почему-то хочется сделать, как увлечь к тому, чтобы начали изучать псалмы. Начали изучать псалмы. Четвёртый псалм. Это как урок. Вот урок. Вечерняя молитва Давида, исполненная верой в помощь Божию. Если внимательно изучать, внимательно читать, можно увидеть, каждый псалм, он такое впечатление, как оборванные мысли. Вот автор записывает, но такое впечатление, вроде как оборванные мысли. Вы замечали, да? Вот как будто бы начинает, и кажется, ну, есть необходимость развить мысль, и она обрывается. Почему? Почему? До конца я во всей, наверное, полноте я не отвечу на этот вопрос. Почему? Сошлюсь, допустим, на ту информацию, которая у меня есть. Потому что каждый псалм, он имеет в себе пророческий смысл. И, допустим, в определенный момент даже один стих, открываясь для нас, становится для нас благословением. Поэтому, когда мы смотрим, он прерывистый. Я, допустим, этой мыслью удовлетворился, но почему я сказал? Я не могу изложить. Потому что до конца, до конца я не чувствую себя удовлетворенным в понимании, почему они именно прерывисты, почему мысли прерываются. Согласимся с тем, что кто-то дал определение, что в каждом псалме есть пророческий смысл. И в определенные моменты мы можем даже встречать некоторые стихи в посланиях, в Иванглеях мы можем встречать. А один стих, он звучит там. Вот точно так же и здесь есть тоже один стих, который мы, с ним, с этим стихом, мы знакомы по посланию эфесянам. Итак, начальник ухора на струнных орудиях псалм Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Даже этот стих, вот если сегодня моя воля и сказать, давайте будем только вот на этот стих проповедовать. Можно даже на этом стихе забуксовать. Почему? Потому что очень глубокое, очень глубокое содержание. Очень глубокое содержание. Когда я взываю, услышь меня, Боже мой. Когда я взываю, услышь меня, Боже мой. Давид, то, что он делает, он свои слова, свое сердце открывает и свои слова посылает к Господу в ожидании того, что Бог услышит его голос, его крик. Его крик. В тесноте ты дал мне простор. Мне нравится Давид. Я понимаю, почему Библия его называет, Бог его назвал, человек, который по сердцу Господа. Почему? Потому что он открытый, он искренний. И вот даже когда я читаю, в тесноте ты дал мне простор. Для меня это в какой-то степени даже утешение, успокоение. Знаете, в чем? В том, что Давид тоже переживал такие моменты тесноту в своей душе. Временами может складываться такое впечатление, особенно, когда ты слушаешь проповедников, как их называют, преуспевания, или не знаю, позитивных, позитивных таких проповедников. Ты даже внутри можешь оказаться в депрессии. Потому что насколько все красочно и насколько все красиво преподносят, ты думаешь, стоп, что-то со мной ненормально. Что-то как-то со мной как-то нехорошо. Потому что все так хорошо, особенно если ты провозглашаешь и все, и такое впечатление, все должно от славы в славу. Ты как будто бы идешь как по нарастающей. И если у тебя какое-то отрицательное, минусовое чувство посетило твою душу, даже в этом дьявол начинает приносить осуждение. Послушай, с тобой что-то ненормальное. Когда твоя душа она в притеснении, может, ну, есть разные причины, и даже без причин. Временами даже это приходит. Давление на душу приходит. И здесь, когда я читаю, говорю, читаю, меня это успокаивает. «В тесноте ты давал мне простор». Послушайте, Давид взывал к Богу, и Бог давал ему простор в его тесноте. Меня это успокаивает в том, что если ко мне в мою душу приходит эта теснота, то это не значит, что со мной что-то ненормально. Для меня это хороший урок в том, что когда я в тесноте, то я знаю, в какую сторону мне кричать. знаете, в неблагополучных семьях, я так говорю, когда жена в тесноте, то то, на кого, кому она кричит, или на кого она кричит, на кого? На мужа. Мужья, да? Есть неблагополучные семьи. Ну что греха? Временами и так бывает. Мы все несовершенны. Или здесь или все здесь совершенны. Мы все несовершенны. Временами, когда и у мужа теснота. Он может тоже гарпнуть на кого-то, да? На жену или там еще. На детей. Кто-то на детей срывается, кто-то, потому что, чего ты такой? Мне внутри так плохо. Мне плохо. Ты иди тогда на луг. Кричи тогда к Господу. Пусть Он даст тебе простор. Потому что, ну хорошо, ты выкричался, ты испортил настроение своей половине. Кто, кому от этого легче стало? От этого что-то изменилось положительно? Нет, ничего не изменилось. Наоборот, только усугубилось. Поэтому Давид нас учит. Он показывает в тесноте. Из-за чего эта теснота у него? Никто не знает. Вот есть вещи, которые... Может, тоже Вирсавия борщ не досолила. Ну, может, может, и такое-то. Временами и бывает же такое. Скорбь пришла из-за того, что что-то... Или у кого-то так не бывает. Как я рад служить в этой совершенной церкви. я понимаю, я понимаю, я вас прекрасно понимаю. Один я в этом нахожу для себя утешение и успокоение. Слава Богу. Скромные, да? Ну, слава Богу. Скромные, знаете, это где-то как этого... Скромность временами это припрятанная гордость. Заметили, да? Поэтому, ну, хотя бы здесь будьте смиренными. Ладно, 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 ладно. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругане, доколе буду... Будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Третий стих. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругане. Есть и такой момент, что такое слава. Он говорит, употребляет такой образ, я понимаю, может, для кого-то это непонятно. Слава, это твой авторитет, это твое положение. И вот то, о чем Давид говорит, кажется, ну, с Давидом такого не может быть. Он же такой человек. Бог его помазал. Бог. И он говорит, слава моя, она в поругане. То есть, честь моя, она в поругане. Когда мы изучаем его жизнь, мы смотрим истории с его жизнью, мы можем увидеть, были и в его жизни моменты, когда он был как будто бы как проклят. Как будто бы проклятие пришло в его жизнь. И в этот момент, слава Богу, что не было таких проповедников, которые поставили бы диагноз какой-то духовный и заставили что-то тебе делать. Или много жертвовать, или много молиться, или поститься, или еще что-то. Слава Богу. Да. Потому что есть разные. Почему псалм мне нравится? Они учат. Они как утешение. Временами есть момент, знаете, когда есть какая-то скорбь, или есть какое-то гонение, когда слава твоя, когда ты уважаемый, когда все хорошо к тебе относятся. А есть момент, когда такое чувство, что не то, что славы нету, вообще ничего нету. И то, что все делают, они на спину все делают. Знаете, что Господь отделил для себя своего святого. Даже в этом положении слава в поругании, она говорит, Господь отделил святого своего. О чем это говорит? О способности смотреть на свои обстоятельства и на свою жизнь в сложных обстоятельствах. Кто-то смотрит в тот момент, когда идет все вниз, кто-то на себя смотрит и говорит, конец. Все, конец. А Давид смотрит, и он видит, что Бог его отделил. Говорит, знаете, что Господь отделил для себя своего святого. Господь слышит, когда я призываю его. Это его вера. Это то, на чем и наша вера должна строиться в отношении злого дня. Потому что, когда приходит день злой, и когда нам надо взять щит веры, то щит веры это не какой-то металлический предмет или титановый, или картонный какой-то предмет, которым ты пытаешься прикрыться. Мы не в состоянии ничем прикрыться в день злой, ничем физическим, кроме слова истины. Это то, что снаряжает. День злой пришел, когда в поругании, ты понимаешь, стоп, Бог меня отделил, Бог меня слышит, Бог ответит. Потому что, если Он меня отделил, если Он меня сохранил, то то, что Он делает, Он слышит меня. Слышит меня. Может, и сегодня кто-то в уважении, в почете, по одной только причине, что еще кто-то не разлил, море сплетен или еще не раскинул каких-то вещей, и ты себя прекрасно чувствуешь. Но момент, когда придет, когда придет поругание, то, что необходимо, не фокусировать свою жизнь на этом поругании. Потому что некоторые, то, что они делают, они полностью в это погружаются, и это поругание, как ржавчина, начинает разъедать их душу, а наоборот фокусироваться на своем призвании. Понимая то, что я призван, я пройду, если Бог меня отделил, я пройду. Временами тех, кого Бог отделяет. Мы помним Иосифа, тот, который получил откровение о своем призвании, потому что Бог его отделил на дело. И он пришел и засвидетельствовал на свою голову, рассказал, что я отделенный. И думал, все, сейчас все кинутся, Иосиф, ты такой. А получилось все наоборот. То, что начали делать, начали точить против Иосифа и ждать благоприятного момента для того, чтобы вообще его продать, отправить в то место, куда Бог его отделил. Или взять Давида, даже этого человека, когда Бог его помазал на само служение, когда ему надо было встречаться, кажется, Бог отделил. И когда он встретился с Голиафом, услышал о том, что Голиаф, внутри него что-то взыграло, пошел на Голиафа. Первые те, кто начали ставить подножку, не Саул, не Саул, родственники. Вот, к сожалению, то есть, почему так? Наверное, не всегда родственники могут приветствовать, и не всегда родственники могут аплодировать, когда приходит какое-то благословение в жизнь, в жизнь. Временами то, что начинает как эти раздуваться, мучаться. Может, внешне они не показывают, они вот так делают, а внутри куааааа. Но, вопрос не в том, пусть они квакают, наше дело, то, что нам необходимо, смотреть на Господа. Потому что если бы Иосиф и Давид не смотрел бы на Господа, будут бедные родственники. Вот почему в нашей жизни есть момент, когда нам необходимо выбирать волю Божию для себя. Потому что когда мы выбираем волю Божию для себя, мы потом станем благословением и для них. Как Иосиф стал благословением для своих братов, для своей семьи. Как Давид стал благословением. Потому что когда он выступил, 40 дней Голиаф смущал весь Израиль. Когда он выступил, братья начали его приструнять. Ты гордый, ты вечно тут выпрыгиваешь, ты выскочка, куда ты лезешь? Иди отсюда. Они боятся, что опозорятся. Когда он пойдет и Голиаф ему накиндуляет. Но когда Давид побил Голиафа, представляете лица братьев? Представляете, как они себя в этот момент, они себя чувствуют, наверное, героями. Это наш брат Давид. Это наш Давид. Что временами поносят втихаря. А вот что-то это, грудь выставляет вперед. Ну, наверное, так. Как вы делаете? Выставляете грудь или наоборот? Мы учимся. Мы учимся. Мы учимся. Это точно. Слава Богу. Жизнь. И как? Век живи. Или как? Жизнь. Живи. Век живи. Жизнь учись. Да? Слава Богу. Вот мы все дружно вместе. И так и до небес дойдем. Так. И вот здесь всем знакомый стих. Всем знакомый стих. Гневаясь, не согрешайте. То есть вот смотрите. То, о чем я вначале говорил. Как будто бы прерывистая мысль. Одна мысль ведет, а потом раз, обрывается. Почему? Потому что есть в этом пророческий смысл. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на лужах ваших. И утешитесь. Гневаясь, не согрешайте. Временами за целый день много источников, которые в наше сердце приносят гнев и раздражение. Есть такое? Да? Есть. Есть. Разная информация. То посмотришь, с тем соприкоснулся, с тем поговорил, с тем. И временами то, что возникает внутри гнев. Мы все можем гневаться. Вот поэтому здесь и написано. Гневаясь, запятая, не согрешайте. Потому что мы все подвержены раздражению. Мы все подвержены гневу. Нету, это, наверное, только глубоко, глубоко, глубоко. Мертвые люди. Я пытаюсь одно сказать. Мертвые люди. Они не гневаются, они не раздражаются. И они не потеют тоже. А живые все. Потому что мы неравнодушны. У нас есть свое мнение. Но вопрос в том, что есть и определение греха. Когда мы гневаемся, Бог определяет, в чем заключается грех. Потому что одно дело, ты погневался, ты поразмышлял, и ты успокоился, ты разложил все по полочкам, ты предал что-то в руки Божьи. Почему? Потому что есть вещи, которые мы не в состоянии изменять. Есть вещи, от которых мы должны убегать, от которых мы должны уворачиваться, уходить, для того, чтобы не раздражаться. Потому что мудрый человек, он видит беду, и он укрывается. А глупый человек, он видит беду, идет и наказывается. Вот временами то, что является источником нашего раздражения, и ты понимаешь, я ничего не могу изменить. Я не могу это поменять. То я тебе хочу сказать, не пхнись туда, будь мудрым человеком, не иди к тому, чтобы тебя доводило это до гнева, и ты впадал потом в беспамятство и начинал грешить. Начинал судить, начинал проклинать, начинал сплетничать, еще какие-то другие вещи, клеветать. Потому что временами, когда ты в гневе, и тебе ситуация кажется, вот она вот так вот. И что ты начинаешь делать, ты начинаешь клеветать. А он не прав, там то-то. Ну вот послушай, остановись. Вот почему. На ложах это хорошее место, где мы должны остановиться. Остановиться, размыслить. Что меня Бог очень часто вразумляет на ложе, я вам хочу сказать. Среди ночи, когда тебя разбудит. И вот в этот момент ты как чистый лист бумаги, такое впечатление, вроде все твои аргументы, все то, чем ты апеллировал днем и отбивался, ночью как будто бы все пропало. И вот ты как в бане. Совершенно нах. Нема чем апеллировать. Вот я замечаю, это со мной такое происходит. Я говорю, Господи, там, или прости, или Бог, Дух Святой начинает вразумлять, и говорит, а если то, то, то. Я говорю, да, Господи, ничего не могу поменять. Поменять. Прости. Оставь. То, то. И то, что ты делаешь, оставляешь, и ты чувствуешь, как сердце, оно наполняется миром. Почему? Потому что ты не можешь ничего изменить. Ну что толку, что ты будешь гневаться? Что толку, что ты будешь злиться? Что толку, что ты будешь проклинать? Что толку, что ты будешь строить злые козни у себя в разуме в отношении какого-то человека? Что вы замечаете? Когда ты не останавливаешься в гневе, ты начинаешь строить какие-то козни. Ага, вот так, вот так. А я там то, то. А я там то, то, то. Вот здесь то, что необходимо, выключить рубильник. Почему? Потому что там дьявол уже сидит где-то и стратегически наставляет, что необходимо сделать, какие. Он же профессор всех козней. И то, что он пытается, он пытается поставить, и ты потом в конце, о, я такой мудрый, как змей, черпнул самой преисподней, отхлебнул. Поэтому остановись, будь чистым, чистым перед Богом, не согрешай, не согрешай. А если даже уже и произошло что-то, имей дерзновение, даже покаяться перед Богом. Потому что некоторые, то, что они делают, они будут мучиться, они будут страдать бессонницей, потому что временами тот гнев, с которым мы не расстаемся в какой-то определенный момент, то, что он делает, он нас потом мучает в отношении бессонницы. Ты днем почитал интернет, послушал какие-то новости, вечером нашел, кто виноват, кому-то рога, кому-то хвосты попришевал, кому-то копыта выдал. И ты такой герой. Но то, что произошло, ты согрешил. Ты согрешил. И потом, как результат, твое бодрствование по ночам. Это даже не мое, это умные люди высказывают. Поэтому я с некоторыми людьми встречался, и я это принял к себе на практику. Всякий раз, когда я чувствую, у меня нету сна. Первое, это то, что быть с Духом Святым, искренне, откровенным. Господь. Что? Или для чего? Я сегодня с одной сестрой разговаривал, Бог говорит, пробудил ночь. Говорит, сегодня тоже проснулся в 2 часа ночи. Она говорит, а меня Бог разбудил, я чувствую, наверное, надо за кого-то молиться. Я думаю, мудрая сестра. А я проснулся в 2 часа ночи и не сообразил, чтобы за кого-то помолиться. Перевернулся на другой бок. Думаю, Господи, дай мне сон, буду дальше спать. И Бог, наверное, понял. Сосуд не готов к употреблению. Спи, мой сын, дальше. Правда, не выспался, что сделаешь? Ну, может, тоже какое-то предупреждение. Бог же тоже ищет кого-то. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Многие говорят. Даже при Давиде были такие, такое множество людей. И вот сегодня точно так же кажется. Многие говорят, кто покажет благо Украине? Я временами читаю, что-то слушаю, и мне печально внутри от того, что я слышу, где благо для Украины? Многие говорят, кто покажет нам благо? Я вам хочу сказать, никто. Российское телевидение тоже точно не покажет. Украинское телевидение точно не покажет. Никто не в состоянии показать. Вот почему-то, как замкнутый какой-то проклятый круг над каждой страной, над каждой страной, где люди живут, они всегда видят то, что все, не будет блага, не будет никакого будущего, не будет никакого, ничего не будет хорошего. И что самое интересное, где бы мы ни жили, живешь в Украине так, поедешь в другую страну, точно так же люди, мыслят точно так же, где благо, кто покажет нам благо? Почему? Потому что большинство людей, то, что они делают, они ожидают блага от людей. А вы помните, есть такой духовный закон, проклят всякий, кто надеется? Знакомы с этим? Вот почему? Нам, как верующим, от людей не стоит ждать блага. Потому что, если мы будем ждать блага от людей, послушайте, духовный закон, он будет работать в нашей жизни. В нашей жизни, то от кого нам надо ожидать блага? От кого? От Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? И Давид говорит, он понимает, кто нам покажет благо? Ну, кто нам покажет благо? Кто? Киселев, Путин, Порошенко? Многие ожидали, что что-то изменится. Ну, Майдан, людей сколько погибло, люди там. Послушайте, от грешников не стоит ожидать никакого блага, потому что они грешники. Они грешники. И у грешника руки работают только вот так. Все. По-другому они никак не работают. Поэтому ждать от человека, что от него придет какое-то благо, это безрезультатно, ну, это зараномер. Это бесполезно. Да, это бесполезно, не стоит. Потому что смена одного грешника на другого грешника сумма не изменяется. Что толку? Одну свиню отогнали, другая свиня пришла. Ничего не изменяется. А ты говоришь, может что-то измениться? Может измениться. Если человек будет не религиозный, а богобоязненный. Человек, который будет бояться Бога. Который будет бояться Бога. Который точно так же будет уповать на то, что Бог явит благо в его жизнь. В его жизнь. Да? Поэтому не стоит. Вот поэтому, если вы до сих пор злитесь на цены, на то, на то, я точно так же злился. Почему-то, что я ожидал какой-то, думал, ну какое-то благо будет. Ну как-то, вроде же говорили, что в Украине газ есть и все есть. Но обычно говорят, только до того момента пока не пришли. А когда приходят, почему-то все куда-то уходит. Ничего нету. Ни воды, ни газа, ни света. Ничего нету. Я понимаю. Это время уповать на Господа. Кто покажет нам благо? И сегодня кто сделает нам благо? Да никто не будет делать благо. Если Бог не смилуется. Вот почему. Этот псалм, он пронизан одной красной такой нитью. Господь, помилуй, Господь, дай. Даже предисловие перед этим псалмом, оно не случайно. Не случайно, потому что некоторые не читают. Я понимаю, что может стихи мы не всегда нумеруем. Но даже в начале, вернуться к самому началу. Вечерняя молитва Давида, исполненная верой в помощь кого? Бога. Бога. Вот красной нитью пронизана. Мы всегда обычно ищем какую-то золотую мысль. Господь, дай нам какое-то понимание. Я хочу дать вам это понимание. Первое понимание. Все зависит от Бога в нашей жизни. Все зависит от Бога в нашей жизни. Я понимаю, что Бог вот нас ведет, ведет, и уже допустим 20 лет я пастырь. Бог ведет. Лешка, иди ко мне этим. Бог ведет независимо ни от чего, если ты идешь за Ним. Вот. Ты идешь за Ним, Он будет тебя вести. Временами толкать, временами вести. Но то, что Он будет двигать туда, там, где Он тебя желает видеть. Ну вот, что самое интересное, когда мы идем по пути, мы пытаемся еще сделать какой-то театр каких-то возмущений, каких-то своих гневов по пути. Тем не менее, что Он нас толкает, но мы, нам скучно ехать, мы начинаем создавать, творить то, что Бог от нас не ожидает. В своем гневе, какие-то свои вещи. Чего ты гневаешься? Оставь, иди. Ну, а меня разорвать. Послушай, не смотри. Послушай, возьми, не слушай. Послушай, наберись терпения, возьми пост, может, молитву, и начни молиться к Богу, попрошать. Господь, дай мне увидеть, дай мне увидеть, что сегодня происходит у тебя, что ты имеешь для меня, что ты имеешь для этой страны. Это то, что сегодня это моя молитва. Я таким образом стою как священник с пониманием того, я понимаю, что все это происходит. Я понимаю, историки дают свое определение, политики дают свое определение, экологи, каждый дает свое определение. Но вопрос в том, я могу послушать, кто, как экономисты, юристы, кто там, все могут высказать свое предположение. Послушайте, а где предположение священников? Вот вам четвертый псалм. Вот эти мысли, которые сегодня никто не подтолкнет, все ожидают какого-то блага. Кто-то должен принести это благо. Как-то оно должно прийти, это благо. Я понимаю, для правителей в виде мудрости, в виде страха Божьего, в других каких-то вещах, все, кто нам покажет благо? Мысль священника звучит, Давида, Господь, яви нам свое лице, лицо, яви нам свое лицо, покажи нам себя, покажи нам себя. Потому что здесь это не просто так, что помолился и Бог выглянул и говорит, слава Богу, моргает. Нет, послушайте, в этом есть намного глубже. Почему? Потому что лицо, когда Бог на кого-то обращает. Допустим, если бы даже сегодня мы были на какой-то встрече, правительственной встрече, к примеру, и вы присутствуете на этой встрече, и, допустим, премьер-министр и президент не сводят с вас глаз, они ожидают что-то от вас. Все бы, наверное, сделали, а кто это такой? Что это Гройсман на него так смотрит внимательно, так как собака на хозяина. И, мало того, еще и Порошенко присоединился. Они вдвоем прямо буравят. Что это такое? Все бы понимали, что какой-то важный гусь сразу. А кто это такой? Кто такой Лешка Стадник? Кто он такой? Священник, да? Ну, к примеру, я просто, я провожу такой параллель. Почему? Потому что есть необходимость понимать тот образный язык, который употребляется в написании Псалма. Что это не просто Бог заглянул, а это расположение Бога. Вот это то, в чем сегодня Украина нуждается. В первую очередь не в траншах в МВФ. В МВФ, да? МВФ. Банкиры, спасибо. А она нуждается в том, чтобы лицо Божие оно было обращено на Украину. Вы замечаете, как это влияет даже на нашу молитвенную жизнь? Когда ты переходишь с положения карапуза, дай Господи во имя Иисуса, и ты топчешь уже пятый год, искры высекаешь, как тот козленок. Ты думаешь, что золото посыпется? Нет. Когда ты приходишь в смирении, и ты начинаешь Господь, оберни свое лицо, Господи. Ты видишь, весь мир смеется. Весь мир. Жириновский скоро от смеха умрет. Помилуй его, Господи, повернись к Украине. Дай ему успокоиться. Да? Вот это то, в чем сегодня каждый дом, каждый дом вы уже связывали, проклинали, гнали. Как я кого-то слушал из пропыника, говорит, ай, тараканы дома завелись. И что вы сделали? Мы их прокляли. Говорит, ну и что? Теперь проклятые ходят. Понимаешь? Вот это то, что получается и в нашей жизни, что есть вещи, которые мы делаем, 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 понимая, понимая то, что ничего не происходит. А потом приходим к четвертому самому, понимая, Господи, поверни свое лицо. Что толку, что мое лицо, оно заметило эту проблему? Господь, повернись, чтоб от твоего взгляда горы эти таяли подобно свечам. Подобно свечам. Поэтому, гневаясь, не согрешайте. Нету в этом для нас помощи. Спасибо, Леша. Нету в этом для нас никакого благословения. Это хороший урок. Что толку, что я гневаюсь? Убегай. Для некоторых я могу сказать, убегать источника гнева, как Слово Божие говорит, убегай от блуда. Вот некоторые умудряются от блуда убегать, а от другого зла. Не в состоянии. Иду туда, бух, и погрузился, а потом вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Становятся как непонятно кто. Люди, но непонятно кто, для кого-то, но люди, которые не в состоянии быть благословением. Что сегодня нуждаются в словах священника. Почему? Библия и говорит, ищут, народ ищет слово с уст священника. Везде. Везде. Уст. Если мы, священник, везде люди ищут, слово у священника, даже в социальных сетях. Что вы пастите, что вы разбрасываете? Какие-то вещи. Кто-то заболел? Ты переживаешь, кто-то заболел? Возьми тогда его счет, свяжись. И вышли ему 100 гривен. Или ты думаешь, что ты перепащиваешь, ты делаешь какой-то героический поступок. Я такое дело сделал. Послушай, нету. Это не доброе дело. Или там кто-то еще что-то сделал, там что-то произошло, давай бы это. А, все, давайте, все смотрите. Я в одно время, когда я понял, что я священник, и от меня то, что ожидают люди, это слово. Я недавно встречался с одним неверующим своим родственником. А он уважаемый в одних мусульманских кругах. И говорит, Володя, выставляй места Писания, потому что мои ребята, они читают, они говорят, так рады. Глубоко, как, ну, такие, ну, мусульмане, радуются от того, что Слово Божие. Временами плакать хочется от того, что верующие люди, они не посылают добрый импульс, такое впечатление, как бюро плохих новостей. Я уже некоторым даже по телефону, в открытую так и говорю, вы что, бюро плохих новостей или что? Или вы ухо только нашли, сразу какую-то, а там таталалалалалуаа. Говорю, посол, мне абсолютно все равно. Я не в состоянии это изменить. Можете это Бог говорить. То, что присоединится к этой толпе, которая говорит, ну кто нам покажет благо? Многие говорят, где я, в какой толпе? Многие говорят, в толпе этих многих, которые говорят, ну кто нам покажет благо? Где это благо? И эта проблема, если священники, они слепые. Они не видят, кто может показать это благо. кто слеп, кто глух, как раб мой, так это звучит как проклятие. И это сегодня точно так же и для нас. Кто, кто, как, почему? Бог. Это то, что сегодня страна нуждается в реформации. Что такое реформация? Не с флагом пробежать, а в покаянии. В глубоком покаянии. От самого низа до самого верха. Или сверху до самого низа. Для того, чтобы Бог помиловал и повернул свое лицо, лице к Украине. Благословил. Благословил эту землю. Это то, в чем мы нуждаемся. Почему мы и собираемся как священники. Потому что в Ветхом Завете, когда священники, они собирались, они представляли, представляли себя пред Богом. Народ представляли пред Богом. И Бога представляли пред народом. Кто-то учится с 4-го псалма, получает для себя какой-то урок. Вопрос в том, что псалм, это не то, чтобы пропеть. Я понимаю, что сегодня у нас есть свои псалмы. Псалмы есть свое предназначение. Потому что у каждого псалма есть свое предназначение. Но псалмы, они нас способны научать. Они имеют эту способность. Научать. Даже увидеть, где я нахожусь я. В какой толпе. В толпе, которая... Кто нам покажет благо? Кто нам покажет благо? Кто нам покажет благо? Где это благо? Почему? Куда газ делся? Кто? Кто? А кто-то среди того народа, который говорит, Господь, яви нам в своем лице. Я понимаю. Я понимаю, что вещи не зависят от людей. Даже здесь, на этой земле. Не все вещи зависят от людей. Они зависят от тебя. Ты благословил царство Давида. Ты благословил. Я верю, что для Украины Бог и сегодня кого-то проводит через тюрьмы, как Иосифа. Приводит и ведет какого-то человека, которого предназначат для Украины. Когда эта страна, она сокрушится перед Богом и скажет, да, ты Бог. У меня есть Бог и у меня есть церковь. И, к сожалению, когда возникает вопрос сегодня. Почему, почему в Украине идет регресс? Почему идет разруха? Знаете, почему? Посмотрите на церкви. Посмотрите на церкви. Что происходит с церквями? Со всеми. Потому что это мы можем делиться. О, мы такая, мы... Послушайте, на Украине с церквями, вы знаете, что с церквями происходит? В каком плане? Не в строительстве здания, а в наполнении, в поиске Бога в этих церквях. В покаянии. Потому что я понимаю, некоторые в церковь за мужем, за женой ходят, кто-то еще за чем-то ходит. Но за Богом кто-то нашел жену, все, на этом закончилось. Или мужа, все, на этом все закончилось. Хождение. Проблема решилась, все, на этом закончилось. Посмотрите сегодня. Поэтому и происходит перемещение людей в эту толпу, которая кричит, покажи нам благо. Кто нам покажет благо? Ослепли. Потому что эти слова, прежде всего, касаются верующих людей. Давид писал для Израиля эти псалмы. И эти вопросы, которые звучали, они прежде всего должны нас наталкивать. А кто нам покажет? Никто не покажет благо. Почему? Потому что если бы люди и шли к Богу, послушайте, даже кто бы не управлял бы, Бог бы дал бы движение и благословение для этой земли. Это то, что сегодня наше священничество, это то, что мы сегодня приходим, что некоторые говорят, о, опять за страну молиться, ой, опять за этих людей молиться, ой, если бы за мою нужду помолиться. Послушайте, мы и за твою нужду помолимся. Но понимание — это видение. Потому что написано, знаете, как у дурака глаза на концу земли. И если церковь видит конец земли, а не видит сегодня то, куда Бог ее поместил, и то, что Бог ей доверил, то это церковь, которая, ну, пардон меня, извините меня. Она не понимает свое предназначение. А наше первое предназначение — это молиться, ходатайствовать за эту землю. Господь, помилуй ее. Помилуй. Помилуй ее. Помилуй ее. Для того, чтобы этот народ, он сокрушился, он начал искать твоего лица. Поэтому я не молюсь сегодня. Господи, дай доллар по пять, дай доллар по пять, дай доллар по пять. Я провозглашаю доллар по восемь. Не помешал. Делайте то есть. У меня более стратегические вещи и более глобальные. Я как-то на молитву пошел, иду, снег выпал, и кто-то ушел, пять рублей потерял. Я их сфотографировал. Ну, так, для хорошего настроения. Я говорю, кто потерял, отозвитесь, отдам. Мне кто-то написал в социальной. Да, это сейчас мусор. Ну, я говорю, тогда побольше этого мусора ко мне снеси. Нет. Есть вещи, которые должны людей привести к тому, как Израиль. Потому что мы-то священники. У нас-то есть книга, которая раскрывает помысл и действия Бога. Как Бог приводил Израиль к себе? Каким образом Бог приводил Израиль к себе? Всякий раз, когда они отступали. Когда доллар был по два, и в этот момент то, что они делали, они отворачивались. Когда они начинали повраться? Когда доллар по тридцать. Господи, доколе? Доколе это? Доколе не покаетесь, дети мои? Когда остановится? Поэтому точно так и в России. Точно так же в Украине. Точно так же и во всем мире. Точно так же. То, что Бог, Он желает, Он являет свою милость, изливает свою спасительную благодать. Он открылся. А теперь то, что Он ожидает, то, что народ будет идти к Нему, следовать к Нему, а не просто кричать. Кто нам покажет благо? Подслушай, от Гройсмана не ждите благо. Если вы не Его жена и не Его дети. И не претендуйте на новую жизнь, если вы не кум того, кто предлагает новую жизнь. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножилось. Дай Боже. И девятый стих. Завершающий. Это Давид уже на выдохе произносит этот стих. Девятый. В конце. Уже все. Всех научил, всех объяснил, всем растолковал. А потом говорит, спокойно ложусь я. Халлелуя. И сплю. О, Иисус. Что некоторые спокойно ложатся, но вторая часть не получается. Спокойно лёг, но не сплю. Всё переживаю, всё думаю. Как там народ? Когда они наворуются, да? Да никогда не наворуются. Вы можете, знаете, как один знакомый говорил, люблю смотреть на работающую женщину. Работа никогда не заканчивается. У женщины никогда работа не заканчивается. Она всегда что-то находит. Так можно смотреть и на вора. Он никогда не наворуется. Вот сколько бы ни воровал, никогда не воровал. У него свои ценности. У него свои. Спокойно ложусь я и сплю. Уже когда ты всё растаял по местам, уже пришёл к пониманию. Не стоит ждать блага от людей. Послушай, не стоит ждать блага от людей. Уповай на Бога. Просто уповай на Бога. Что Бог будет обеспечителем. Ой, сколько лекарства стоит. Да, много стоит только. Но я понимаю, что Бог мой целитель. Господь. Сколько бы оно ни стоило. Господь, храни меня. Господь, милуй меня. Господь, исцеляй меня. А если ты уже хочешь, чтобы я лекарства принимал, тогда и обеспечивай меня. Ты, Господи, един даёшь мне жить в безопасности. И поставим такую точку. Аминь. Аминь. Будем сегодня прославлять? Или прославили уже Господи? К проповеди переходим, да? Давайте споём Псалм. Пока. 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 С陽як. На этом också. Пока. concentration. Пока. Продолжение следует...